Всем здорова, ребят! Перед вами опять гора посылок. И сегодня мы будем всё это дело открывать здесь просто дохрена посылок. Кстати, хорошо, что посылка моя упала, а не чужая. Я думаю, что будет весело, так что оставайтесь со мной до конца. Все ссылки на все товары я обязательно поставлю под видео, точнее оставлю. Если вы что-то хотите купить самостоятельно, смело покупайте. Ну а если вы живёте в Украине и не умеете, и хотите, нет времени разбираться с сайтом Алиэкспресс, то покупайте с помощью моего сервиса бесплатный посредник Алиэкспресс Украина. Ссылки я тоже на него оставлю под видео, там уже больше тысячи отзывов. Это бесплатная услуга и ещё ваша посылка в видео попадёт, то есть вы увидите реакцию Букреева на вашу посылку. Погнали! У нас сегодня всё по классике, нож с коллекцией ножей по традиции в подсказках. Ребят, тут напишите в комментариях, кто ещё не видел видео с коллекцией ножей, потому что я каждый раз о нём говорю. Ну и я одел сегодня футболку с прошлой распаковки, тут кошара-боксёр. Короче, ребят, ну реально с Мистэкспресс, с Мистчайны очень даже неплохо. И, собственно, посылка, да, то, что, наверное, самое важное, стоимость 4 тысячи рублей. Блин, ну сколько там это в долларах, примерно посчитайте. Просто я зашёл на сайт, где была указана цена в рублях. Google есть у всех, конвертер валют, там все могут посмотреть. Конкретно эту посылку... О-о-о-о-о-о, ребята! Слушайте, во-первых, это металлический кейс. Ладно, сначала начну с упаковки. Вот эта упаковка ничего с вашим товаром не произойдёт, потому что китайцы любят кидать посылки, мять, как угодно. Это офигенно, я бы за неё даже доллар всегда доплачивал, потому что она спасёт ваши посылки, но не спасёт от моего ножа. Он очень острый. Ребята, за 4 тысячи рублей металлический такой кейс. Посмотрите, чё здесь. Здесь новый двигатель для моего финика. Наконец-то! Я устал, у меня же вообще не хватает объёма. Всё, нужно новый покупать. Так, инструкция, в принципе, на всем понятном языке. Понятно, ага, так, то есть нужно... То есть это прикрепить первую деталь ко второй. Всё, я думаю, что с инструкцией легко будет разобраться. Она на понятном всем китайском языке. А, ребят, это просто охрененно! Ребята, это просто какой-то конструктор лего для взрослых. Я на самом деле в детстве мечтал, чтобы у меня было невероятное количество всякого лего. И вот, наконец-то, я теперь буду собирать двигатель. Это на самом деле настоящий, грубо говоря, двигатель в миниатюре, который можно дома, да, как лего по инструкции собрать руками. Это очень интересно, ребят. Я, конечно, прямо сейчас видео я не соберу, потому что это продлится видео, я не знаю, 10 лет, наверное. Поэтому обязательно подписывайтесь в мой инстаграм, вы видите его на экране. Я там буду по чуть-чуть все вот эти детали разбирать, собирать. Слухайте, здесь что? Здесь, короче, ещё электрический моторчик, что ли, есть. Обалдеть, а нафига? То есть, походу, этот движок не только мы рукой там будем крутить, а можно будет прям продемонстрировать его работу путём подключения электродвигателя. Может быть, здесь есть и аккумулятор, я надеюсь, в комплекте. Вообще, по китайским меркам здесь всё слишком даже аккуратно, потому что, ну, прям вот деталь как детальки, да? Прям вот всё в таких вот специальных штуковинах из поролона, и прям вот всё очень аккуратно. Ребята, опана, здесь мы наши все поршни будем размещать. Поршня будет, поршня, Дмитрий Портнягина позовём, он нам поможет. Слушайте, аккумулятор как-то, мне кажется, вздулся, есть, да? То есть, это будет ещё крутиться охрененно, просто. Во, у меня как раз в мясорубке сломалась вот эта хрень, которая мелит мясо, будет мне, буду её использовать, пока до неё не найду по инструкции. В принципе, всё, да? То есть, две всего лишь, два вот здесь у нас комплекта каких-то деталей, и здесь ещё большие всякие детали, всё, инструкция. Здесь ещё на инструкции две сколько-то звёздочек, где-то намалёвано, типа, ну, что не очень сложное. А вот здесь на крышке, да, то есть, три чёрных, две белых. Ну, я не знаю, что определяет сложность, три чёрных звезды или две белых. Ну, короче, что три, что две, это не очень много, да? То есть, это не пять звёзд сложности. Подписывайтесь в Инстаграм, буду снимать всё это в сториз, будем собирать этот двигатель. Но то, что я вижу сейчас в шикарной упаковке, просто металлическое пришло, есть аккумулятор, всё это будет крутиться. Здесь есть маслори даже для смазки. Здесь всё есть, короче, всё, что нужно. Поэтому этот мотор можно будет на Deo Nexio потом поставить, и будет всё прекрасно работать. Класс, я доволен. Покупайте такое, дарите на подарок людям, которые любят что-то делать своими руками. Вот если бы мой оператор меня сейчас не снимал, я понял, что ему такое можно было бы подарить. Но он теперь знает, это будет тупо, да? Поэтому вот так, лучше учитесь на моих ошибках, покупайте и дарите, не спрашивая. Вот ещё прикол какой. Вы, ребят, знаете, у меня на канале есть рубрика коллекции зажигалок с сайта Алиэкспресс. Вы очень эту рубрику любите. И я решил для вас заказать новые зажигалки. И наткнулся на бота в Телеграме, который любой товар помогает найти ещё дешевле. И, в общем, мне стало интересно, я решил проверить те зажигалки, которые я уже заказывал, да, с помощью этого бота. И, ребят, вот смотрите, я вам сейчас показываю. Я просто охренел. Я взял ссылки на Алишки, да, на зажигалки, которые я покупал, и каждую зажигалку этот бот находил мне дешевле. И я сейчас сижу и думаю, а сколько бы я бобосов смог сэкономить, если бы этот бот нашёл ещё раньше? Обязательно, если что-то покупаете на Алиэкспресс, попробуйте найти товар дешевле с помощью этого бота. Я вам ссылочку на него оставлю под видео. Потому что на каждой зажигалке я мог бы сэкономить больше денег, а я покупал их очень много. В общем, проверяйте обязательно каждый ваш товар перед покупкой с помощью вот такого бота в Телеграм. Очень просто и действительно очень полезно. Ссылку я вам оставлю под видео. Следующая посылка из Китая, ребят. Не переживайте. Во-первых, потому что здесь защищённый смартфон. И даже если его стоимость 230 долларов, я не боюсь делать вот так. Не ожидали, да, от меня такого? Ребят, я сам такого от себя не ожидал. Я когда защищённый смартфон беру в руки, я вообще не знаю, что от меня нужно ожидать. Короче, ребят, Alcatel WP1. Size 5,5 дюймов. Android 8,1. Gravity сенсор поддерживается. Light сенсор поддерживается. SIM, двойная SIM-карта. Видимо, это всё, что нам нужно знать про этот смартфон, потому что сзади другой информации нет. Не написано, какой процессор, сколько оператива и так далее. Но я обязательно ссылку оставлю вам под видео. У Китель, ну, я не могу сказать, что это топ какие-то там классные смартфоны. Если что, лучше всегда покупайте Xiaomi Meizu. Но давайте посмотрим. Во-первых, он защищённый. То есть это огромная металлическая пластиковая балда. Да, то есть он реально толстенный. Здесь должен быть мощный аккумулятор. Чтобы узнать его характеристики, мне придётся завозить на сайт, потому что на коробке нет. Сразу снимаем плёночку. И, ну, честно, для чего клеить две плёнки, если вторая наклеена с пузырями, да? То есть это, вот ладно, это защитная транспортировочная. Это зачем здесь с пузырями наклеенная? Короче, пока он запускается, давайте глянем комплектацию. Так, чё у нас здесь есть? Во-первых, кстати, внутри убранство очень неплохое, мне кажется. То есть, ну, приятные коробочки. Здесь у нас, конечно же, Type-C переходничок на наушники, да? То есть у нас здесь нет разъёма отдельного для наушников. Здесь у нас шнурок USB на Type-C для зарядки. Здесь у нас хрень, короче, флешку подключить. ОТГ кабель, ОТЖ, ОТЖ, протеже. Ну, и в комплекте также идёт зарядка. Ну, такой, ребят, блочок нормальный. Чё у нас здесь? Так, зарядочка нам выдаёт 2 ампера. Нормально, нормально. Очень всё мощно. Ну, и здесь какая-то херня, твёртка, наверное, да? Чтобы этот смартфон весь расковырять. Можно было и инструкция. Можем посмотреть. О, ребят, а здесь английский язык. Здесь я не смогу прочитать, я только китайский знаю. Так, я пока его здесь включаю, настраиваю, ребят, рассматриваю. И он не такой страшный, если честно, да? То есть здесь красивые боковушки металлические. Здесь такое всё прорезиненные углы, да? Чтобы он мог безопасно падать на угол. Такой мощный динамик. IP68 защита, да. Это толстая хреновина. Это прям кирпич такой, но он сильный кирпич, да? То есть он реально неплохой. И походу здесь даже есть беспроводная зарядка. Потому что здесь прям такая молния сзади нарисована. Сейчас узнаем. Так, проверяем беспроводную зарядку. Потому что я думаю, что вот эта молния здесь не зря. Вот зарядка, вот смартфон. Пробуем. Ребят, так, назад. А ну-ка. А ну-ка. О! Пошло дело, ребят. Ну, работает. Ну, как-то прям вот... Как-то прям вот именно прям в определённую, в определённую точку. Вот я айфон, честно, от финта кидаю. Он почти всегда заряжается. Один раз только не туда, куда-то поставил. Ну, хорошо. Хорошо, что это есть. Но, опять же, я не знаю. Но я не знаю, стоило ли в защищённом смартфоне жертвовать, да? Вот этой задней крышкой делать её хрустящей. Вот такие дела. Но главное, что работает, что-то там пищит даже, да? Что заряжается. Что меня поражает сейчас в защищённом смартфоне? Это стеклянная задняя крышка. То есть, ребят, это стекло, ну, или какой-то пластик, но больше на стекло похоже. То есть, он ряхнется, оно посыпется. Короче, этому защищённому смартфону можно падать только на боковушке, да? То есть, когда вы его будете ронять, нужно очень аккуратно ронять. Потому что здесь разъебётся, здесь разъебётся. Это логика. Так, как только я смартфон включил, здесь такая красивая палатка. Здесь такой полярная, наверное, сияние. Короче, какое-то сияние, не буду говорить, чтобы не казаться дебилом. Ну, просто смартфон, вот реально outdoor смартфон, да? То есть, для улицы там все дела. Ну, мы тут подумали, ребят, ну, если из вибраниума, да, эта задняя панель, то, возможно, это было хорошее решение. Потому что, ну, смотрится прикольно, честно. Вот сзади смартфон, он прикольный, он не гадкий. Вообще, он визуально прикольный весь. И спереди, и по бокам. Он реально выглядит клёво. Но то, что как бы он пытается в себе совмещать то, что вроде как бы не совмещается, всё стекло по кругу практически, и противоударность там, и IP68, и так далее. То есть, всё прорезинено по бокам, а здесь стекло. Ну как? Зачем? Почему? Так, я всё здесь разобрался. Ой, лучше задней крышкой его так не ложить, реально. 4 гига оперативы, 64 встроенной. Здесь камера 16 мегапикселей плюс 2 мегапикселя. Потому что здесь, конечно, двойная камера обязательно. Samsung Rear Camera and 4 Flashlight, да. То есть, это, видимо, вспышка от Самсунга, да, установлена в этот смартфон. Ладно, это всё шутки шутками. Давайте сделаем какую-то тестовую фоточку. Я не особо разбираюсь в этих характеристиках, честно. Вот реально, лучше зайдите, ссылку оставлю под видео, если вам интересно. Отзывы, здесь есть отзывы, и все охеренные. Да, то есть, и продавец вроде тоже неплохой. Но если вы что-нибудь покупаете на Алиэкспресс, ребят, лучше каждого продавца проверить Alitools. Потому что Alitools вам покажет всю динамику цен, да, где продавец схитрил с ценой. Плюс Alitools, самая классная функция, позволяет отследить цену, да. То есть, если вы хотите купить этот смартфон и просто ждёте, когда цена на него упадёт, нажимаете в Alitools, следить. И когда цена упадёт, вам придёт уведомление. Очень удобно, устанавливайте расширение для браузера Alitools. Обязательно ссылку оставлю под видео. Так, ребята, смотрите, вот мой палец, вот телефон. Ничего не произошло. Ещё раз. О, всё, сработало. Ну, кстати, сканер неплохо отпечатков пальцев работает. Единственное, что неудобно, он реально рядом с камерой расположен. Я хочу сделать тестовый снимок, как я это делаю всегда. А ну-ка. Опа-на, да, то есть без никакой подготовки. Сейчас покажу вам. Ну, ребята, кстати, да, то есть это уже вторая фотка. Первая не очень. Реально, получается, смутноватый. Автофокус нехорошо сработал. Здесь ещё более-менее. За какие-то бабки ещё это защищённый же смартфон. Очень даже неплохо, я вам скажу. Что сказать, ребят? Я, конечно, сегодня прям, ну, жёстко очень калкетелю этому прям за всё его покритиковал. Но в целом я хочу вам сказать, что не всё так плохо, честно. Вот на первый взгляд реально не всё так плохо. Если вам нравится, нужен такой смартфон, то есть смысл обратить на Укитель внимание, если нужен именно защищённый. Но опять же, здесь есть противоречия с этой задней крышкой. Они мне не дают покоя. В защищённом смартфоне, блин, хрупкая задняя крышка. Логики никакой не вижу. Но в целом всё реально неплохо. Напишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях. Посмотрите характеристики, ребята, которые в этом разбираются, и напишите. Интересно знать, что вы думаете по этому поводу. Следующая посылка, ребят, с Алиэкспресс. Ссылка сгорела, да? Почему-то я не могу узнать стоимость. Будем вместе с вами. Я ненавижу. Я ненавижу этот грёбаный пенопласт. Он, блин, крошится потом по всей хате. Я реально его терпеть просто не могу. Это самая ужасная упаковка, которую можно было придумать. Спасибо, китайцы, за подарок. Что-то здесь я вот много всего как-то, да? Я оставлю вам ссылки под видео. Это мне какой-то продавец прислал. Будем сейчас смотреть. Ну, почему-то я ссылок не нашёл. Да, нормально, слушайте. Здесь неплохие подгоны. Неплохие подгоны оказались. Сейчас будем всё рассматривать. Первое, с чего начнём. Здесь, короче, то, что для меня, прям для меня. По липу. А, блин, это не для меня. У меня борода не растёт. Я думал, это машинка для стрижки. Короче, ребят, это бритва, чтобы брить бороду, волосную. Но у меня растёт тупо пятнами, да, по всему, по всему моему лицу. И не знаю, есть ли в этом смысл. Ой-ёй-ёй, ай-яй-яй. Слушай, ребята, ну, честно, вот это по липу, оно почему-то типа как Филлипс, да? Вот у меня в голове срабатывает. У вас вот не сработало вот как-то стиль коробки, да? Вот этого всего по липу и Филлипс. Может, они на одном заводе там фигача. Так. Аккумуляторная. Честно, мне всегда очень страшно было вот это подносить к своему лицу, честно. Мне кажется, что оно мне как отхералит что-нибудь. Но я так понимаю, что принцип работы вот этой машинки, это как у машинки с прошлого видео для катышков, да? То есть вы как бы запихиваете, и оно там внутри лезвие срезает. Вот мне кажется, логика такая же. Блин, стрёмно, ребят, мне завтра сниматься в кино, а если мне... Что-то там от... Не, ну пока просто щекотно, ребят. Вроде ничего. Слушайте, я побрился, как там видно на видео? Короче, качество, ну, пластик, да? То есть пластик, головка не плавающая, да? Как вот рекламируют. То есть, ну, нужно жить, ну, что там брия, я не знаю. Нужно отрастить нормальные усы, чтобы попробовать себе побрить. Но опять же, Букреев бреется пиратским лезвием против роста волос, понимаете? Чтобы дольше сохранилось лицо гладким. Поэтому не знаю, подойдёт ли мне такая штуковина, но ссылочку оставлю под видео. Идём дальше, ребят. И здесь я, походу, знаю, что это такое. Вещь прикольная, мне присылали много раз, ребят. Это Moonlight 3D Printing. Понятно? Это 3D Printing Moonlight. Во-первых, вы получаете розовую мишуру в комплекте. Это вам, пффф, где вы ещё такое возьмёте, ага. Вот пойди купи килограмм такой мишуры, хрен найдёшь ещё у себя в городе. Вы получаете 3D Moon, 3D Moon. Вы получаете серьёзнейшую конструкцию для её удержания, этого 3D Moon на чопиках, на стопиках. Здесь всё так нужно, вот, ой-ёй, ам, ай-яй-яй, ой-ёй, всё это собрать. Так, нужно же где-то её подключить, блин, так впадлу. Удлинитель тя... Да нахер она мне нужна, этот шнур! Ребята, а? Смотрите, Moon, вот это реально как Moon светится. Это как Moon в ночи светится, да, то есть это Moon днём, а это в ночи, слушайте, ребят, прикольно. Оно-то типа на сопротивление какое-то, наверное, реагирует, потому что здесь ни кнопки, ничего, ни сенсора нет, просто разъём для зарядки. Очень прикольно реагирует. Ну, честно, как светильник, очень даже неплохо. Понятно, что это просто шмат пластика, но, блин, неплохо, реально. Ещё с аккумулятором, не знаю, насколько тут, на полном миллиампере часов, я не знаю, потому что очень лёгкая эта штуковина. Ребята, ставьте лайк, если вы не любите пенопласт, потому что, ну, реально, это такая гадкая упаковка, ребята. А здесь квадрокоптер, квадрокоптер, куда я его сейчас буду запускать, мне очень интересно. Так, ничего себе, это работает. Что это, что-то, я снял крышку здесь, ничего сзади не вставишь. Так, ребят, сейчас я, короче, соберу эту шайтан-машину и хотя бы проверим, вообще, работает она или нет. Ну, чё, ребят, я распаковал батарейки. Вставил и, короче, честно, качество говно, да, вот, ну, я не буду врать. Вот мне это прислали на халяву, но это говно. Ребят, ну, серьёзно, ну, оно такое всё, ну, прям хиленькое, пластиковое. Я рискну своим здоровьем ради вас, ребята, ради своих подписчиков. И включу этот квадрокоптер. А, вот сейчас, вот сейчас будет мясо. Всё, я понял. Тихо. А-а-а! Слушай, он больно херачит. Так, ну, короче, из меня пилот, понятно, не очень хороший. Сейчас я его покажу. Бьёт он больно, ребят. Я сейчас закрываю глаза, нажимаю кнопку вверх и смотрю, как он летит. Саня, Саня, ты ювелир, посмотрите, ребят. Как, а, ребят, а? Я умею управлять квадрокоптером, я умею, да. Э-э-э, э-э, э, братан. Ребят, я, походу, запустил самоуничтожение через пять, четыре. Нет, слушайте, ребят. Я, конечно, только что чуть не ухерачил своих муравьёв, но я вам хочу сказать, что он ещё управляемый. Да, то есть я вообще не умею квадриком управлять, он ещё управляется. То есть полетать можно будет, но он очень лёгкий. Малейший ветерок его сдует нахер. Так, следующий, ребята, это смарт-часы. Классная упаковка просто, да, для смарт-часов. Где здесь смарт-часы? Я уже вижу и я уже знаю эту модель смарт-часовта. Самые дешёвые смарт-часы, их можно купить за 10 баксов на Алиэкспресс, они стоят. И я какую-то передачу по новому каналу смотрел, и они там всем выдали смарт-часы, чтобы отслеживать там кучу всяких параметров. И дали им вот такие смарт-часы за 10 баксов, которые, ну, ребят, вы сами, да, там в камеру, да, там за ними там смотреть, за участниками шоу. Ну, ребят, металлический корпус, хочу вам сказать, ну, это дешёвые смарт-часы, да, ну, шаги они вам там померяют, пульс уже они вам не померяют, то есть, хорошо, если в них будет какой-то GPS, но вряд ли. То есть, просто дешёвые смарт-часы, может быть, звонок какой-то там посмотреть, принять, но они вообще, кстати, разряжены в полную сраку, даже не включаются, но я их много раз показывал, поэтому запариваться не будем. И ещё одна посылочка от этого продавца, ребят, это тоже просто часы, ничего в них нету, сверхъестественного, самые обычные, простые часы. Если вам часы нужны для того, чтобы, внимание, смотреть время, то тогда, пожалуйста, да, подаю, хотя они уже здесь изначально пришли какие-то пошарпанные, ну, то есть, короче, странного, что-то мне этот продавец наприсывал. Следующая посылка это то, что обязательно нужно приобрести, ребята, каждому человеку 100%, потому что, ну, блин, ну без этого, ну, просто выходить на улицу, вы что, с ума сошли, зима на улице, холода, блин, дует, задует в глаз, потом, блин, конъюнктивит будет у вас, гепатит, ещё что-нибудь, короче, нужно предохраняться. И здесь, ребята, опа, вот такой рюкзак. Обязательно, когда вы куда-либо идёте, всегда одевайте его, он защитит вас от гепатитов, конъюнктивитов и всё, ладно, я шучу. Давайте посмотрим, что у нас здесь внутри, ребята. А здесь, на самом деле, вещь действительно полезная, это лыжный шлем. На самом деле, это реально может спасти вашу жизнь, может, не от конъюнктивита там и гепатита, но то, что вы не расхранячитесь мозгом об ёлочку какую-нибудь, то это вам действительно поможет. Так, померяю. Он ещё с очками, ребят, он ещё с очками. Так, сюда берём вот таким вот образом. Затягивать не буду. Короче, мне кажется, что Букреев готов покорять снежные вершины, покорять любые лавины и идти вперёд. Вперёд, несмотря ни на что. И пока, ребят, в таком виде, чтобы привлечь ваше внимание получше, я вам хочу сказать, обязательно при любых покупках в интернете используйте кэшбэк-сервис Letyshops. Не дарите эти деньги никому. Зачем? Возьмите, установите решение для браузера Letyshops, и он вам будет напоминать, типа, используй, чувак, кэшбэк. И, блин, в миллионах магазинов он есть, да, не только Алиэкспресс. Во всех магазинах можно возвращать бабки назад. Обязательно пользуйтесь этим. Экономьте бабки, покупайте себе снарягу, не разбивайте голову об ёлку, понимаете? Letyshops заботится о вас. Сэкономили, купили шлем на сэкономленные бабки, голову не разбили. Логично? Логично. Пользуйтесь кэшбэк-сервисом Letyshops. Ссылочка в описании. Ну чё, ребят, я хочу сказать, во-первых, что здесь регулируется размер сзади, да, то есть можно отрегулировать размерчик сзади, можно какую-то херню присобачить. Во-первых, во-вторых, есть ушко грейки, то есть это будет ушком вашим тепло, это приятно. И ещё одно, что я не заметил сначала, вообще-то можно регулировать вот эти, да, очки, да, то есть я сначала так сидел. Думаю, какого хера здесь видно, здесь не видно, короче, ничего не понятно. Во, вот теперь нормально, даже можно нос спрятать сюда, но, наверное, так будет неудобно, можно будет разбить его. Короче, ссылку на этот шлем оставлю, ребят, под видео. И вообще, давайте-ка, напишите в комментариях, что лучше, лыжи или сноуборд? Вечное противостояние начнётся сегодня. Кто выиграет, тот получит 5 долларов. Следующая посылка ко мне пришла достаточно быстро, и здесь вещь прикольная. Так, посылка в посылке, это нормально. Вопрос, ребята, к вам, как вы вообще смотрите, да, что вы думаете о смарт-часах? Потому что, ну, я, кстати, почему-то последние 2 дня перестал носить Apple Watch, они хреново стали мерить пульс на тренировках. Ну, как бы, блин, оно мне, я херачу, как больной, блин, у меня должно быть там 140, показывает мне 60, то есть вы умираете, да. В общем, я дня 3 Apple Watch не ношу, не знаю, надоели они мне, взбесили меня. Это часы, как бы, более похожи на стандартные часы, да, типа не смарта, просто часы, но они смарт. Вот, то есть, ну, не знаю, да, кому какое-что больше нравится. Мне, в принципе, дизайн Apple Watch, слушайте, ребят, ну, коробочка, всё, что я вот сейчас достаю, ну, реально неплохо. Вот приятно открыть такую посылку, прям приятно делать распаковку, всё хорошо здесь, всё приятненько. То есть здесь, ребят, во-первых, лемешок, плетёночка, да, все дела, то есть здесь дальше есть пульсометр и всё такое. Но, опять же, я вижу, если это зарядка, если вот это будет сейчас зарядкой, то я рыгану реально, потому что, ну, бесит. Сделайте нормальную какую-нибудь магнитную, беспроводную, или лучше уже штекером, блин, сделать зарядку, чем вот эти конченые прищепки. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть ещё в комплекте, потому что здесь ещё на коробке нарисован ремешок, что есть, типа, ну, как, ремешок, может, запасной какой-то, может, более короткий или длинный и, типа, зарядка. Так, давайте посмотрим, и что у нас здесь, да, во-первых, здесь зарядочка, ну, да, и ремешок, ага, ремешок у нас просто в комплекте с силиконовый. То есть у нас в комплекте есть силиконовый ремешок, отлично. Что за зарядка? Долбанутая. А, ну, ладно, ребята, здесь чуть-чуть, чуть-чуть подумали и сделали магнитики, да, то есть, а не прищепку. Ну, нормально, ладно, пойдёт. То есть я просто беру вот так и вот так делаю раз, только, да, наоборот, раз, и всё, и заряжается. Нормально, потому что на всех дешёвых смарт-часах это вот эта, блядь, прищепка, и ты берёшь такой, и тебе нужно вот это попасть, чтобы оно на контакты там где-то попало. Здесь, ну, в принципе, да, более-менее это ещё нормально сделано. Ну, давайте включим, посмотрим. Визуально мне нравится. Визуально всё, ну, прикольно, ну, давай, ну, давай. Слушайте, ребят, ну, то, что я вижу внутри, вот эта оболочка, неплохо, реально неплохо. Так, ну чё, ребят, поспешил хвалить. Ну, честно, визуально неплохо. Визуально они неплохо смотрятся, единственное, мне нравится что-то Egg Watch, блядь, как это... Понятно, что Egg не так пишется, потому что... Так, я честно, я по-китайски не понимаю, поэтому не знаю, как правильно яйцо пишется по-английски. Но вот эта надпись, ну, реально, она здесь лишняя. Ребят, я сейчас включил, думаю, о, ну, как-то, ну, вот оно как-то прикольненько, да, такой прям old, да, какой-то, ну, вот. Так, прикольный такой старинный XT стиль. Но в чём я только что офигел? В управлении этих часов они управляются одной, мать его, вот этой кнопочкой, даже кручение, да, крутишь, когда, оно не управляется. То есть, например, давайте я вам покажу. Вот, например, нам нужно зайти в это меню там, ну, вот здесь здесь, чтобы вам наглядно показать, упражнение. Допустим, упражнение выбрать заняться спортом. Нажимаю два раза, нет, оно переключает. То есть, я выбираю то, что мне нужно, нажимаю, зажимаю, захожу в меню. Теперь опять здесь одним нажатием выбираю то, что мне нужно. Чтобы выйти, мне нужно очень резко нажать. Вот так, да, нет, я не вышел, да, я был недостаточно резок. Нет, подожди, как оно выходит? Два раза, да, раз-два нужно нажать. То есть, какая-то чушь, блин, почему не сделать, чтобы можно было просто вот прокручивая вот эту фиговину управлять часами. Что я хочу сказать, друзья? Первое впечатление позитивное было пока вот не управление этого меню. Ну, это неудобно, реально. Вот мне нравится, как здесь смотрятся значки, ну, неплохо. Оно прикольно все. Не знаю, конечно, как это работает. Это нужно их пару недель носить, чтобы реально четко об этом выразить свое мнение. Ну, неудобно, блин, просто это неудобно, да. То есть, ну, опять же, если вас это не смущает, то обратите внимание, да, ссылочку обязательно оставлю под видео. Я говорю лично свое мнение. У вас, может быть, реально другое мнение по этому поводу. Может быть, кому-то удобнее будет все одной клавишей управлять. Привыкнет там мерить там пульс. Смотрите, тут что-то оно буянило, мерило только что. И будет удобно пользоваться. Но я свое мнение, ребята, честное выразил. Следующая посылка неизвестная, да. Кто, зачем, почему мне ее прислал. Приславили с Дагестана, республики Дагестан. И я не знаю, мне никто не дал ни трек-номера того, что здесь. Я не знаю. Я реально просто, ребят, открываю и не знаю, что в этой посылке. Я никому вроде бы адрес не давал. Просто, чтобы там спонсоры или еще подписчики просто... Что это? Это опять массажер какой-то, ребят. Мне прям даже как-то странно это все закрывать. В каком-то пакете. Я не знаю, кто мне это прислал, ребят. Но я вроде бы не давал подписчикам адрес. Может, это, конечно, какие-то сувениры из Дагестана. Наверное, так и есть. Слушайте, ни кераси. Эта шапка будет пох... Эта шапка, посмотри. Опа! Во! Во! Как это? Ребят, слушайте. Ну как? Слушайте, по-моему, неплохо. Я не помню, чтобы я кому-то давал адрес, чтобы какой-то подписчик или еще кто-то... Ну, просто часто просят, да, чтобы прислать просто посылку. Букреев, там нам нравится твое видео, дайте мы тебе пришлем посылку. Я не помню, но приятно получить. Так что я думаю, что это просто сувениры для меня. Но кто это прислал, я реально не знаю. Вот серьезно. Открываем дальше, ребят. Не, ну интересно, честно, интересно, спасибо большое. Там написано просто Махачкала, там какой-то адрес. Не написано даже от кого, как человек, где он взял, я не помню. Так, я не помню, чтобы я кому-то давал реально адрес для доставки посылок подобного рода. Так, ребята, это, я так понимаю, инструкция турка медная. Слушайте, медная турка. Насколько я знаю, что медная посуда, это не дешевая. Во-первых, сделано в России предприниматель Кулешев Александр Григорьевич. Если я правильно прочитал, Кулешев или Кулешев, наверное, Кулешев. Пахнет маслицем таким, ну, наверное, обрабатывалось чем-то, нужно будет помыть перед использованием. Может быть, этот предприниматель отправил. Блин, ребят, если я забыл, то я ссылочку в любом случае обязательно оставлю под видео. Если я найду наш диалог, может, я забыл, но опять же, человек мне трек-номер не дал, чтобы я мог понять, от кого это. Да, ну, то есть, здесь вода должна быть, то есть, это просто турка, медь, 380 грамм. Я знаю, что медная посуда, ну, ценится, и она достаточно дорогая. Так, и здесь еще целая коробка. Так, я сейчас попробую определить. Здесь что-то есть. Ботинки. Ребят, походу, я так думаю, что это все делает вот этот предприниматель. Возможно, мы с ним, даже он мне писал, да, возможно, я ему дал адрес, да, чтобы он просто прислал, я показал его продукцию. Да я не помню этого вообще. Я не знаю, почему, и трек-номер мне никто не дал. Ну, давайте оценивать. Просто как мне это оценивать? Мне это оценивать просто как какие-то подарки, или мне это оценивать, как вот рекомендовать вам, да, к покупке, не знаю. Смотрим, ребят, смотрим. Обувь. Хотя размер мой, 41-й. Ну, хотя так кажется, что не мой, большой. Ребят, ну что, здесь внутри меховушка есть. Здесь есть застежечка. Можно обуть. Здесь, то есть, все в меху в каком-то. Как это долго-недолго прослужит, я не знаю. Выглядит это неплохо. Как это очутилось вообще в видео с посылками с Алиэкспресс? Ребят, вот такие еще ботиночки. Мне подгон. Спасибо, померяю. Если подойдут, буду носить. Завтра как раз иду жарить шашлык, поэтому вот эта шапка мне точно пригодится. Вот. А ботинки, ну, если они подходят под шапку, ребят, пишите в комментариях, то тоже завтра одену на шашлык. Ребят, единственное, что хочу сказать, я врать своим подписчикам не люблю. Запах клея, когда я открыл эти ботинки, ну, прям хорошенько так ощущается. Вот такого, ну, сапожного клея, да, обувного. Это, видимо, нормально, ненормально решать вам. Я говорю то, что я чувствую. Не хочу просто обидеть человека с Дагестана, потому что, ну, это вы знаете. Это опасно, мне кажется. Стоимость следующей, ребята, посылки 3000 рублей. Дофига, не спорю, но вещь реально клевая. И уже не первый раз, и не второй, а третий раз к мне эта штуковина приходит. Люди эти штуковины любят, покупают. Я пробовал паять, мой товарищ пробовал паять. Говорит, что охеренный паяльник, охеренный, что он хорошо сделанный, качественный, китайский и так далее. Ребят, покупайте паяльники у этого продавца. Он реально очень старается, когда их делает, где-то на фабрике и покупает, или, я не знаю, перепродает. Ну, короче, этот товар реально неплохого качества. Сама паяльная станция выполнена из металла. Здесь куча всяких регулировочек, там, менюшек и так далее. Очень быстро нагревается. Это огромный плюс, мне кажется. Компактное, маленькое, можно брать с собой. Почему нет? И также есть нормальный, классный, удобный держак. И есть щуп, собственно, который нагревается. Что еще вам нужно для пайки? Ну, можете микроскоп еще купить, чтобы что-нибудь маленькое паять и щуп потоньше. Но вещь реально классная. Так что ссылочку обязательно оставляю под видео. Реально достойная, качественная работа. Можете почитать даже отзывы прямо продавца. То есть, это не то, что я придумал. И плюс, с кэшбэком Lady Shops выйдет вообще по приятной цене. Идем дальше. 1500 рублей. Эй, дофига тоже, не спорю. Реально, что-то все посылочки сегодня дорогие, ребят. И здесь наушники за 1500 рублей. Наушники Blueyane, да, то есть не Blueyadeo, да, как раньше было, которые я знаю. До хрена для китайских это наушников. Реально, до хрена. Поэтому, ребят, я их открою, я их померяю, я их послушаю. Ну, как вам сказать, ребят? Ну, визуально это странно. Ну, вот серьезно. Визуально это странно. И кажется, как это может быть удобным. Здесь вот эти подушки, ага. То есть это вот дело как бы минимально вытягивает. Ну, как это минимально? До хрена вытягивается. Ребят, можно, по-моему, с этими наушниками на рыбалку ходить. Берем, делаем вот так. Потом делаем вот так. Эээ, это сработало. А вот. Это у меня пылесос так, шнурок затягивает. Когда я попылесосил там в соседней комнате, нажимаю кнопочку, так оп. По идее, как это работает? Мы эту станцию одеваем на шею. Вытягиваем наушники. Так, сколько нужно вытянуть? Эээ, одеваем. Ребят, во-первых, я ненавижу вакуумные наушники, блядь. Я как в аквариуме в каком-то. Какой наркоман это придумал? Давайте я включу, послушаю. Потом вам скажу свое мнение. Потому что, ну, 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 висит. Ну, а, ну да, может быть, чуть-чуть, на, посильнее, чтобы оно, эээ, ну, не в натяжку было, да, типа, чтобы был свободный какой-то ход. Я не знаю, это странно, мне кажется, нет? Я крокодил, крокожу и буду крокодить. Вот в натуре это под крокодилом кто-то придумал эти наушники. Ну, реально некомфортно. Вот я говорю сейчас как в вакууме. И, ребят, проголосуйте вот здесь в подсказках. Вы любите вакуумные наушники? Потому что, ну, это такое странное ощущение. Второе, они очень громкие. Очень громкие. Если вы их послушаете на максималке, у вас уши отсохнут в этих вакуумных наушниках. Я только что включил, у меня там средняя громкость была, у меня прям крокодил в голову дал мне. Слушайте, 1500 рублей. Пластик дешманский. Легкие. Ну, есть вот эти штуки, типа, чтобы ловить рыбу. Мне кажется, они стоят, они 1500 рублей. Вот изи, реально. Вот они не стоят 1500 рублей, они странные. Звук неплохой, но и нехороший. Просто обычные дешевые вакуумные наушники. Ничего ужасного или ужасно хараклассного нет. Следующая посылочка стоимостью 200 баксов. Ребят, и здесь вещь достаточно серьезная. Я вот думаю, с какой ее стороны открыть? Как-то здесь прям коробка степлером именно запечатана, да? То есть здесь нет просто скотча. Разрезы запечатал. Продавец классно, блин. Но где мне ее открыть, с какой стороны? Так, здесь, ребята, у нас мультимедиа для тачки, ребят, за 200 баксов. Мануалы какие-то, зачем они нам? Мы сами все установим. Есть шнурок, кстати, в комплекте. Вот я когда-то покупал в Китай магнитолу, мне пришлось его отдельно докупать. Так, вот такая штуковина, сейчас покажу. Наверное, магнитола какая-то специальная для специальной тачки. То есть она идет в сборе. Так, кнопочки. Ну, ребят, кнопочки, честно, не очень кайфовые. Вот эта переключалочка, которая крутится, да, громкость там нормальная. Вот кнопки, вот звук. Мне не нравится, мне не нравится, как они жмакаются. И давайте сами на саму эту станцию посмотрим. Так, ага, стоп, не понял. 200 с чем-то баксов она стоит? И в ней там, или сколько-нибудь, 180? А, нет, фух, слава ты, господи. Есть экран. Я думал, блин, пришла без экрана. Думал, что здесь просто вот этот разъемчик. Сюда как-то бахнется, и все. Но здесь есть экран. Естественно, я эту магнитолу установить не смогу, прям вот сегодня, сейчас. Но знаю, что часто, реально часто. Ну, если вам это нужно, то на Алишке охрененный выбор всяких магнитол. В свое время я покупал, ставил свою машину в АВЭО. И нормально все работало. И камеру заднего вида туда установил. Была тачка хорошая. Лучше, чем эта секси, что дед катается. Говно, блин, ржавая, тухлая скумбрия. Так что, ну, как бы нормально. Да, нормально. Можно, можно попробовать купить, использовать. Пришло все отлично запакованным. Есть у нас, ребята, человек, который с помощью бесплатного посредника постоянно заказывает вот эти все костюмчики, ребят. Я вам их покажу. Я вам покажу их, и вы сможете сами для себя решить, хорошее качество, нехорошее там, ну, визуально чисто. Я пощупаю, тоже скажу, хорошего, а не качество, нехорошего. Но, блин, вот это, вот этот костюм, это платье 75 долларов, ребят, 75 баксов. Во-первых, здесь в комплекте просто куча всяких подвязочек, бантиков и так далее. Это какая-то анимешная, что-то анимешное, что-то связанное с анимешным. Я там смотрел, что я смотрел, ходячий замок посмотрел, тетрадь смерти, меня можно считать анимешником, как вы думаете? Я, по-моему, анимешник серьезный. Но я не настолько серьезный анимешник, чтобы купить вот это за 70 долларов и мерить, да? То есть, ребят, ну я не знаю, нужно, наверное, 1500 лайков собрать, чтобы я померил такое видео для вас. Я не могу это оценить, но это просто материал синтетический, нитки не торчат, не воняет, кстати, это, это хорошо, это хорошо, что не воняет, но это нужно смотреть на человеке. То есть, если этот человек скинет мне фотку, как он в этом выглядит, я в видео, я в видео ставлю, ну не знаю, вряд ли, наверное, это будет. Но это анимешный костюм, кто знает, с какого аниме, напишите в комментариях. Во-первых, в следующем костюмчике носки бонусом нам положили. Ребята, здесь пижама енота, а я енотик по лоскум, дальше петь не буду. Дедушке лучше закажите за 300 рублей, деду заплатите, он спеет. Во-первых, слушайте, такое я и бесплатно могу померить, это мягенько, приятно, то есть не нужно 500 тысяч лайков, штальные трусы, нормально, ладно, это шорты, просто мягкий материал. Здесь еще бантик, так, что это? И нет, это зайчик. Это не енотик, это анимешный зайчик. Это так, я голову помыл, если что. Во, это зайка, он такой милый. Короче, ребят, костюмчик миллион процентов милоты, он мягенький, приятный, там он около 20 баксов, по-моему, он стоил. Да неплохо, да за эти деньги неплохо его привести в порядок, убрать вот эти все лишние нитки, которые тут с фабрики на нем остались. И можно дома носить и радоваться, и вообще быть веселым. Ну а здесь, ребят, еще один какой-то костюмчик целый, комплект. Боже, это ж нужно еще собрать как-то воедино, да, то есть это ушки, это хво... Ааа, то хвосток был, то был хвосток. Слушайте, ребят, оно какое-то, или здесь у меня свет такой, или оно какое-то не очень чистенькое. Вот это что? Ну что это, почему здесь только много деталей? Блин, здесь просто, я не знаю, мне кажется, сложнее вот одеться в это, да, чем собрать вот тот двигатель, который был в начале видео. Ребят, а, вот, вот самое основное, это вот, то, что нужно. Так, это я правильно, не правильно, как? Где низ, где верх? Вот так это должно быть, вот. Ну, я не знаю, мне кажется, что мне не подходит. Не, я передумал, лучше человек, который это заказал, фотки пусть не присылает мне, потому что если я их поставлю в видео, видео заблочат за 18+, ребят, так что посмотрите лучше у продавца картинки там, он точно размещал. Следующая посылка здоровенная, стоимостью всего лишь там 20 с чем-то долларов, 23-25 баксов. Ребят, ну, я не знаю, как так, потому что сейчас он, во-первых, Full HD, во-первых, а во-вторых, а во-вторых, не знаю, во-вторых, не знаю, сейчас с вами, ребят, посмотрим. Так, ну, по пупырке видно, что продавец небогатый, запаховал в какую-то старую пупырочку, мы ее сейчас аккуратно раскроем. Так, 25 баксов, зеркало, видеорегистратор, Night Vision, HD, паркинг-контроль, motion detected, короче, блин, G-сенсор, 4,3 дюйма. Да ну нахрен, да, что-то как-то, да ну нахрен, да не может, да ну нахрен, да ну нахрен, да дешево. Во-первых, это еще что-то брендовое, да, то есть не какая-то хрень, и прям коробочка радует, да. То есть, ну не прям, конечно, оно все элитное, это я не Apple MacBook открываю, понятно, но за эти-то деньги вот такую хреновушу купить. Вот такое зеркальце, свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи, да это, ребят, я вам скажу, неплохо. И вот это, это дисплей. Подождите, может это, только это будет часть с зеркалом, а это будет дисплеем. Я сейчас попробую это включить не в машине, а здесь дома, интересно посмотреть, как это работает. Ребят, в комплекте есть еще, ну понятно, питание и камера заднего вида. Че так дешево? Ну что, она фиговая что ли какое-то, давайте запускать. Так, я только что прифигел, потому что взял шнурок, чтобы подключить его, типа ну, потом такой нажимаю, еще шнурок не подключил. Та-та-та-та-та, ага, ребят, это какого-то. Во-первых, во-вторых, а ну, вы видите меня? Неплохо, посмотрите, вот эта камера, да? Вот эта земка направляет здесь вообще все куда надо. Слушайте, ну на этом дисплее это смотрится неплохо, но я почему-то не уверен, что... А, это походу полностью электрическое зеркало, я так понимаю, да, но оно не хреново зеркалит. Это странное зеркало, я вам хочу сказать, да, оно там включается, сразу работает вот эта камерка, оно тоненькое. Ну да, ему цена, наверное, 25, потому что качество реально паршивенькое. И я не понимаю прикола, это все зеркало, вот это зеркало, да, под пленкой оно такое же синее. Оно не как зеркало, да, то есть, типа оно может с затемнением, да, сразу уже с предустановленным. То есть у меня на зеркале я могу включить затемнение, чтобы фары не светили через зеркало в щеблет мне. Слушайте, может это для влогов, вот так ты себя как бы... Нет, это странно. Короче, вещь реально странная, ребят, но я вам ее показал, будет еще вам включать заднюю, короче, передачу, будете включать, подключать камеру, видеть, что там происходит сзади. Ну, странно, реально, я не понимаю, как оно должно в машине размещаться, ей-богу. Ну, Костя, академик, хватит, хватит вот эти безумные автодевайсы заказа, я понимаю, что у тебя гусь и все такое, что его нужно выгуливать. Ну, а это, Костя, извини, братан, но это уже перебор. Следующая посылка стоимостью всего лишь 6 долларов, давайте посмотрим, что нам прислали китачки, ребят. А китачки нам прислали таймер, а ну-ка, так, сейчас, работает? Во-первых, он магнитный, я так понял, ну-ка, сейчас проверим. Да, то есть он магнитится, его можно на печку присобачить и заводить. Мне интересно, будет ли он громко звенеть? Сейчас мы ждем, там, секунду, 5. Можно ускорить? Будет громко? Ждем. Ждем. Пространство временное, континуум. Он просто перестал тикать. Короче, наверное, чтобы он нормально зазвенел, ребят, его нужно так крякнуть, завести так. На целый оборот, но мы сейчас это, собственно, сможем проверить. А ну-ка. Во. Зачем ты тикаешь? Ты закончился, а тот на 5? Ну, короче, только, мне кажется, если его завести на 60 минут, он хорошо прозвенит. В целом, ребят, вот эта плашечка металлическая, которая на ней, вот это пластик. Плюс здесь есть магнит, 6 долларов. Да неплохо это еще за 6 баксов выглядит. Ребят, я просто с деревни приехал, я не знал, мне оператор подсказал, что вообще да, ты как бы его типа полностью завел, а потом выставляешь там 5 минут, 1 минута тебе нужна и так далее. Деревня, петушки, я, что делать? Так, ребята, в этой посылке часы. Много часов. И, честно, если бы у меня было очень много людей в подчинении, я бы им заказал такие часы. Почему? Потому что они дешевые, они по одному доллару стоят. И чтобы они контролировали время, не опаздывали на работу. Ребят, вот. То есть, кстати, продавец еще каждый в индивидуальной упаковке. О, и чтобы удобнее различать своих подчиненных, типа, можно не имена, вот это имена, фамилии, ты слышишь, красный, подойди, мне нужна помощь здесь. Подготовь документы, пока синий, они сделают мне кофе. А черный сходит за шаурмой. Вот так, ребят, здесь много разных цветов, дешево, сердито, работает вроде бы, ну, меньше, чем 2 бакса за часы. Клево. Следующая посылка с сайта Алиэкспресс, ребята, это часики за 19 баксов. Давайте посмотрим. Так, Мэгир, вообще-то. То есть, это непросто, вам не балуйтесь. Неплохо, ребят, ну, как сказать, неплохо, на любителя, конечно же. Так, маленькие дисплейчики ходят, отлично. Дата, время, все работает, ребят. Ну, просто здоровенные, машняцкие часы, их можно одеть вот так, тащить кому-нибудь. И нормально. И зубы выбить, и часы станут целыми. Реально здоровенные, мощные часы. Мне кажется, что букре его вот подходят, особенно под эту футболочку. Сразу становлюсь вообще кикбоксер, как аж кошарник. Осталась последняя загадочная посылка, и я не знаю, что внутри, я не знаю, кто мне ее прислал. Это прям как посылка с Доргнета, ребят, ага. Короче, но это будет эксклюзив для самых крутых подписчиков. Почему для самых крутых? Потому что только самые стойкие досмотрели это видео до конца, и поэтому эту посылку я открою именно для вас в своем инстаграме. Вы видите его сейчас на экране, обязательно подписывайтесь, и там будет распаковка вот этой секретной посылки. Ну и подождите, не спешите выключать самый лучший канал в мире, который назван именем Букреева. Потому что у меня есть для вас 50 посылок по 5 долларов с сайта Алиэкспресс. И есть еще смешное видео по ссылке с Доргнета, обязательно посмотрите эти видео, мы очень старались.